В Рязани уже в 14-й раз состоялась городская спортивно-оздоровительная игра «Зорничка». Приурочена она к проведению ежегодного месячника по гражданской обороне. Как известно, 4 октября наша страна отметила 85-летие со дня основания гражданской обороны Российской Федерации. И теперь на протяжении месяца в пожарно-спасательных подразделениях проходят дни открытых дверей, в образовательных учреждениях проводятся уроки безопасности, в Главном управлении МЧС России в Рязанской области открыт для посещения музея МЧС. Кроме того, различные мероприятия проводятся на предприятиях региона. В этот раз на базе учебного методического центра по ГОЧС и ПБ Рязанской области в Манеже для тренировки спасателей состоялись соревнования для учащихся кадетских классов. В основном это ребята в возрасте 10-11 лет. С каждым годом желание принять участие в этих соревнованиях у детей только растет. Меняется у нас только количество участников, меняются творческие подходы к конкурсу. А в целом, в общем-то, конкурс состоится в трех этапах. Это смотр строевой песни, полоса препятствий и, скажем так, интеллектуальная часть этого конкурса – юный помощник пожарного. Важно то, что если кто-то из детей по состоянию здоровья не допущен к физическим нагрузкам, они могут проявить свою ловкость и меткость, например, попадая мечом в корзину. Занятие нашлось для каждого. Принять участие в этом мероприятии полезно всем представителям команд. Ведь Зорница несет в себе определенные цели. Спортивно-оздоровительная она, конечно же, идет. Также патриотическая, потому что знакомится, опять же, со структурами МЧС. У нас тоже государственная структура. Чтобы потом, опять же, детей привлечь к спорту, здесь будут проходить как раз показательные выступления МЧС. Ребята будут показывать, что они умеют. То есть вот эти вот стенки, они потом показательные выступления будут показывать. Некоторые ребята потом приходят заниматься к нам на базу. Многие из пятиклассников уже занимаются в этом манеже пожарно-прикладным спортом. В дальнейшем у них открываются большие перспективы для того, чтобы вступить в ряды спасателей. Ну а тем, кто хочет связать свою жизнь с другими направлениями, такие занятия также пойдут на пользу. Ведь они развивают у детей инициативу, ответственность, волю и пропагандируют здоровый образ жизни.